Вот в этом весь Вайтинский. Я говорю, объясни мне, если серебряные нити прорвать, то ледяной меч сможет ли? Я говорю, я запутался, я не могу. И виртуальные предметы, конечно, ты не понимаешь, но разверглась. Космос. Я говорю, а то отсюда появится. Он говорит, ты там бездна вообще, ты сюда не ходи, а ты находишься в зеленом панели. Ты сюда не ходи. Я говорю, насколько она бездна, она какая-то, что страшная бездна? Он говорит, да, страшная бездна там, без, вообще не видно. Я говорю, не, не, не пугайся, не пугайся, ты привык к таким безднам. Я говорю, да, ну вот здесь поворачивай направо. Он говорит, не поворачивай, потому что это санки, самолетайки. И ты живешь постоянно в таком мире. Масштаб, масштаб соотношения игры. Пожалуйста, не трогай, потому что это холодная колонна, она может превратить тебя в ледышку. Я говорю, ну ее здесь нет. Ну я говорю, просто для тебя, а как надо на нее как-то отреагировать? Он говорит, да нет, это дело привычное. Вот сюда никак нельзя ходить, потому что здесь серебряные шары летают. Ой-ой-ой, осторожнее, там сова летит. Я говорю, какая сова? Он говорит, ну сова, ты сейчас на нее приезжаешь и улетишь. Я говорю, куда я полечу? Ну ты же не помнишь, что ты из-за нее? Я говорю, помню наш диалог. Я забыл тебе сказать, он просто над Москвой, и вы на совах летаете, и бьетесь этими санями Деда Мороза. А-а-а! Он дал вам 10 тысяч лет. Этот мир не стоит того, чтобы его спасать.